Привет, меня зовут Василий Панасюк, я журналист. Это мой блог о том, как дела у нас дома на Донбассе. Россия готовится к выборам в Государственную Думу не только на своей территории, но и на захваченных территориях Украины. Самопрозлашенные власти ДНР заявили, что кандидаты в депутаты на выборах в российский парламент смогут вести агитацию в отдельных районах Донбасса, то есть там, где пока нет украинской власти. И уже в конце апреля связанная с Кремлем партия «Справедливая Россия за правду» открыла свой центр в Донецке. При этом остается открытым вопрос, будут ли организованы в Донецке участки для голосования на российских выборах. Министерство иностранных дел Украины, конечно, выпустило ноту протеста. По сути, это очередное нарушение украинского суверенитета со стороны России. Да, и насколько легитимным будет это голосование жителей отдельных районов Донецка и Луганской областей с российскими паспортами на выборах в Российскую Федерацию, это большой вопрос для международного сообщества. Но не для самой России, конечно. Для Кремля это вообще действенный инструмент. Вот как его объясняет координатор движения «Голос» Владимир Егоров. Он изучает избирательные процессы в России. Эти избиратели очень повлияют на результаты в тех одномандатных округах, к которым они будут прикреплены. И мы уже видели, как это работает. Например, какой-то избирательный участок в Абхазии присоединяет к российскому региону. Явка в регионе примерно 30%, а участок в Абхазии дает 100%, 99% из которых за власть. В комментарии моим коллегам из Громадского Егоров рассказал, что в непризнанных Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье голосует достаточно большое количество людей. Но наблюдатели никак не могут это проконтролировать. И большой процент людей там голосует за «Единую Россию» и ее кандидатов. Что, конечно же, выгодно нынешнему единоросскому руководству страны. Кстати, секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак посетил Донецк 11 мая. Тогда он сделал заявление, что жители отдельных районов Донецка и Луганской областей, которые получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму Российской Федерации. А это примерно 500 тысяч человек. Но пока сложно понять, то ли Турчак сделал популистское заявление, то ли действительно анонсировал очередную реальную задумку Кремля. Вот еще один интересный факт. Бывший так называемый премьер-министр группировки ДНР Россиянин Александр Бородай подал документы на праймерис «Единой России» в Ростовской области к выборам в Государственную Думу. Он же возглавляет организацию «Союз добровольцев Донбасса», о которой я уже ранее рассказывал. 10 мая от имени Союза добровольцев Донбасса Бородай подписал соглашение о сотрудничестве с партией «Единая Россия». «Единая Россия» проводит предварительное голосование, то есть праймерис по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет. Участие в нем является обязательным для выдвижения от партии. Если Бородая поддержит на праймерис, он будет баллотироваться не по мажоритарному округу, а войдет в региональный список «Единой России». Это означает, что идеолог Новороссии осенью этого года станет депутатом Госдумы. А пока он заместитель гендиректора консервативно-монархического интернет-телеканала «Царьград». Если кто не знает, это еще один рупор российской пропаганды, в том числе и на территории отдельных районов Донбасса. Это далеко не единственные амбиции сторонников русского мира на Донбассе, которые приехали зачем-то к нам из Москвы якобы наводить порядки, а на самом деле решать свои карьерные дела. О других я расскажу в следующих блогах. А вы для того, чтобы не пропустить выходы новых выпусков, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Тут я рассказываю о том, как дела у нас дома на Донбассе и говорю о том, чего вам не расскажут самопрозглашенные власти ДНР и ЛНР. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok